Валерия Володина Валерия Володина Валерия Володина Валерия Володина Об этом беседовал со своей группой адвокатов, студентов, преподавателей, правляющий партнер международной юридической фирмы «Интерлигал» Артур Митцевич. Затем был дан мастер-класс председателем Совета адвокатов Одесской области, известным нашим выдающимся адвокатом Иосифом Львовичем Бронзом по этическим аспектам профессиональной деятельности адвоката. Судья, спикер апелляционного административного суда Лариса Зуева говорила на тему по вопросу о взаимоотношениях адвоката и клиента в аспекте нового процессуального законодательства. Затем был дан мастер-класс киевским адвокатам Александр Павленко «Адвокатура и политика. Как это работает?» Это совершенно интересные, новые такие вопросы о влиянии адвокатов на политические процессы, в их участии в этих процессах. И еще один мастер-класс был дан председателем дисциплинарной палаты и квалификационной дисциплинарной комиссии Одесской области Вредой Анатольевной Туляковой. Ну вот уже прошли мастер-классы, что студенты говорят? Студенты в восторге. Сергей Васильевич Кивалов, президент Национального университета Одесской юридической академии, всегда акцентирует свое внимание на том, что подготовка будущих юристов должна идти неразрывно тем, чтобы практические работники, в данном случае адвокаты, делились опытом с будущими юристами, адвокатами, сегодняшними студентами. Такие для наших студентов, это был очень важный опыт, очень интересный опыт, потому что они плечом к плечу находились рядом с адвокатами. Мастер-классы не только слушали студенты, преподаватели, но и адвокаты. На конференцию зарегистрировалось 265 адвокатов-практиков, 300 студентов не только с Национального университета Одесской юридической академии, но и со всех уголков нашей страны. Также приезжали и участвовали, и подавали тезисы на конференцию ученые с других вузов Украины. Вот у нас был уважаемый профессор, который также выступал и участвовал в вопросах реформирования адвокатуры на сегодняшнем этапе. Поэтому студенты в восторге, и для студентов у нас же, конечно, в следующем семестре закланировано ряд других научных мероприятий, которые позволят им расти в своих будущих профессиональных возможностях. Вы уже озвучили, сколько участников было в этом году, а вообще цифра растет? В седьмой раз проходит, напомню. Конечно, разные годы бывало по-разному. Первые конференции, наверное, были от 30 до 50 участников первые годы, когда мы только начинали проводить конференции. И, конечно, тенденция идет к увеличению количества участников, потому что сегодня, например, сборник насчитывает 349 докладов. То есть это достаточно такая весомая цифра. Я думаю, что тут много факторов положено, так сказать. И, наверное, мы становимся опытнее в проведении конференции. Затем, мне кажется, очень важный момент, то, что и адвокатура обретает особую роль в обществе. То есть кондиционные изменения, целый ряд реформ, которые проводятся, повышают престиж адвокатской профессии, интерес к ней. Ну и, как следствие, мы это видим даже по результатам проведения конференции. Ну и думаю, что вот этот новый формат проведения конференции, который предполагает такое интерактивное общение, мастер-классы известных адвокатов, он тоже, наверное, сыграл свою роль и привлек такое количество участников. А к каким темам больше всего склоняются студенты сегодня? Что интересует студентов юридической академии сегодня в связи со всеми изменениями в стране? Ну, прежде всего, будущим юристам, конечно же, интересные аспекты этики адвоката. Всегда считалось, что эту тему лучше всего раскрывать. И не одно поколение адвокатов воспитал Иосиф Львович Бронс, который дал мастер-класс касательно этики адвокатов. Конечно же, интересны вопросы уголовного процесса, которые раскрывал известнейший адвокат Игорь Юрьевич Фомин. Конечно же, интересны были вопросы, связанные адвокатурой и политикой. Но, к сожалению, студенты не на все смогли попасть в мастер-классы, так как им была предоставлена возможность посетить тот мастер-класс, который они больше всего хотят посетить. Но, к счастью, такие мероприятия, они не единоразовые, и у нас будет еще много-много возможностей, чтобы организовать для наших студентов подобные мероприятия и раскрыть те темы, которые они не смогли сегодня услышать, в следующий раз. Студенты, наверное, общаются между собой, поэтому потом делятся впечатлениями. Конечно же. Скажите, пожалуйста, вот месяц назад мы знаем, что открылся музей адвокатуры. Это совместный проект Национального университета Одесской юридической академии и Национальной ассоциации адвокатов Украины. Расскажите немного об этом. Был подписан между Национальным университетом Одесской юридической академии и Национальной ассоциацией адвокатов Украины меморандум о сотрудничестве. И одним из пунктов меморандума являлось открытие таких кабинетов, такого музея. У нас есть два кабинета. История адвокатуры Одессины и история адвокатуры Украины. Где раскрыты экспозиции становления Одесской школы адвокатуры. Прошлый этап становления, нынешний этап становления. И студенты проявляют необыкновенный интерес к этой экспозиции. И, конечно же, качество ведения некоторых дисциплин, связанных непосредственно с адвокатурой, оно улучшилось. Потому что студенты научно видят всю историю, могут изучать не только то, что написано в учебниках, но и представлены некоторые документы, много фотографий становления адвокатуры, выдающихся адвокатов, юристов. И это же, конечно, положительно уже на сегодняшний момент отражается на учебном процессе и воспитании будущих адвокатов. Какие интересные материалы есть? Может быть, вы как раз расскажете, что есть такого, чего нет у других? Я вот хотела рассказать о том, что этот проект не окончен. Потому что по результатам открытия этих кабинетов у нас состоялся круглый стол, на котором была принята такая резолюция, планы на будущее. И мы наметили целый ряд мероприятий в течение следующего года. В частности, написание коллективной монографии по истории одесской адвокатуры. Это первое. Второе. Отдельная монография по деятельности и жизни выдающего ученого-процессуалиста Евгения Васьковского в рамках проекта «Одесская школа права». И даже есть такой план открытия, во-первых, мемориальной доски репрессированным адвокатам. И еще одна такая задумка есть, что, может быть, какую-то общеобразовательную школу рассмотреть с точки зрения присвоения имени адвоката, известного выдающегося адвоката, который жил, работал в Одессе, учился в этой школе. Но для этого, конечно, должна быть проведена какая-то поисковая работа, серьезные исследования, которые требуют работы в архивах. Ну и вот мы надеемся, что на следующий год тоже нам будет что показать и рассказать на эту тему. Кроме студентов в юридической академии, кто-то приходит посещать музей? Какой интерес на сегодня? Мы планируем там проводить, поскольку музей недавно открылся, ряд адвокатских конференций, приглашать гостей. Конечно же, со временем музей будет наполняться новыми экспонатами. Сейчас мы планируем заказать специальные стеллажи, где будут артефакты Одесской школы адвокатов, Одесской адвокатуры, и где будут достаточно интересные такие артефакты, которые будут вызывать еще больший интерес. Мы на базе этого музея планируем проводить мероприятия, и таких мероприятий, я надеюсь, будет много. Почему? Потому что у нас сложились теплые и дружеские отношения с Советом адвокатов Одесской области, и мы очень и очень много проводим на сегодняшний день различных мероприятий. Вот Игорь Юрьевич Фомин был у нас в студии, он сказал, что для него такая конференция – это еще и возможность встретиться со своими коллегами, поделиться мнением о последних изменениях в стране. Вот на Ваш взгляд, основная польза подобных мероприятий, как эта конференция? На таких конференциях встречаются не только адвокаты, но и судьи, и прокуроры, которые обмениваются межведомственными и ведомственными проблемами. И на таких конференциях решаются в том числе и вопросы практической деятельности. И поднимается много проблем, которые, например, как возникают у судейского корпуса, так и у адвокатов, которые взаимосвязаны непосредственно с собой. Ну, конечно же, самая основная польза – это передача опыта нашим студентам, нашим ученым. Также юристы практики, они всегда акцентируют внимание на тех проблемах, которые есть в законотворческой деятельности, на тех вопросах, которые являются коллизионами, которые требуют и научной трактовки. Поэтому такие встречи, такие мероприятия, они, конечно же, являются очень полезными для всех, как и для ученых, так и практиков, так и студентов. Какие интересные мероприятия нас ждут в ближайшее время? Ну, конечно же, наш университет готовится к празднованию 20-летия Национального университета Одесской юридической академии. И наша конференция также приурочена была к 20-летию. И мы уверены, что наших студентов, наших друзей вуза ждет очень и очень много интересных мероприятий, которые будут приурочены к 20-летию Национального университета Одесской юридической академии. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях была заведующая кафедры судебных правоохранительных органов и адвокатуры Нана Бакаянова и декан факультета адвокатуры Евгений Хижняк. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.